Каждый год, а то и чаще, происходит очередное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Скрыться от источников писем счастья все сложнее, камер наблюдения становится все больше и больше, а желание сэкономить деньги, не изменяя своим привычкам, толкает водителей на разные ухищрения. И сейчас Телблокнет расскажет о нескольких народных способах нарушить ПДД и выйти при этом сухим из воды. Первый способ это спрятать номер или его часть за бумажкой, наклейкой или компакт-диском. Очень популярная мера среди столичных водителей, которые не желают отдавать свои кровные за платную парковку. А некоторые так и по городу разъезжают, не боясь попасть в поле зрения дорожных камер. Номера не читаемые, а владелец не обнаружен. Только, к сожалению, такая мера работает не всегда. Во-первых, эвакуатору будет все равно, читаемые или нет номера на неправильно припаркованном авто. Во-вторых, если такое нарушение заметит сотрудник ГИБДД, то обязательно влепит штраф 5000 рублей. А если у служителя будет плохое настроение, то жадному водителю грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Вариант с грязными номерами менее разорителен. Нарушители выпишут штраф на 500 рублей и заставят в присутствии инспектора ГИБДД очистить номер авто. Для поклонников более элегантных решений есть вариант с использованием рамки шторы с дистанционным управлением. Стоят такие приспособления в районе 5-7 тысяч рублей. Примерно такой же штраф придется заплатить, если эту хитрость увидит гаишник. Итого, двойные траты. Забавно, но в интернете эти шторки продают не как защиту от штрафов, а как защиту от хулиганов, которые крадут номера. Ведь если закрыть шторку, будет казаться, что у машины нет номеров. А как украсть то, чего нет? Пишут на одном из таких сайтов. Ну-ну. Есть еще вариант наклеить специальную светоотражающую пленку. Внешний номер выглядит вполне обычно, поэтому у инспектора не будет повода для претензий. Но защищает такая пленка только от их камер. Остальные средства фото и видеофиксации видят номер целиком и полностью. Да и на форумах уже поговаривают, что некоторые представители ГИБДД научились различать пленку. Размер штрафа при разоблачении от 5 тысяч до 3 месяцев езды на автобусе. То есть лишение прав. Можно также воспользоваться электронным помощником. Еще недавно оптимальным вариантом считались детекторы радаров. Но они реагируют далеко не на все типы комплексов видеофиксации. Современные системы, например, автодория, вообще не оборудованы радарами и вычислят нарушителя с помощью камер. Поэтому удобнее использовать видеорегистраторы с GPS и функции предупреждения о камерах. И последний в нашем видео способ избежать проблем с нарушением БДД. Он же самый дешевый и самый очевидный. Но, увы, не самый популярный в нашей стране. Чтобы не получать штраф достаточно, просто не нарушать правила. Да, в таком случае возрастает риск опоздать везде и всюду. Зато совесть останется кристально чистой.